Можно ли передать диабет с грудным молоком? Или не рисковать и сразу перейти на искусственные смеси? Эти вопросы мочат многих молодых мам с сахарным недугом. Нередко сбивают с толку и родственники и знакомые, далекие от медицины. А что на самом деле? Необычный ракурс, приглушенный или яркий свет. Ирина Брана, молодой фотограф, умеет высветить достоинства. Иногда с объектом съемки случаются чудеса. Фоторедактор помогает скорректировать, а то и вовсе изменить действительность. Убрать все лишнее не с картинки, а из собственных привычек Ирине пришлось пять лет назад. Я человек творческий, конечно, у меня я и порядок – это немножко полярные вещи. Но пришлось, пришлось учиться, пришлось прислушиваться к своему телу. Мой диабет начался в 2013 году. Совершенно неожиданно для меня, никаких предпосылок, никаких наследственностей у меня в ближайшем роду нет. Просто начался период, как это обычно бывает, сильная жажда, резкое похудение, судороги по ночам. У меня у мужа были такие базовые знания по этому поводу. Он сказал, слушай, сдай на сахар. Я померила сахар на глюкометр своей подружки Натащак, у меня подружка диабетик. И сахар выпал 15, сдав лабораторию через день. Он уже был 17. Еще через день меня госпитализировали с сахаром 19. Типичное знание диабете типичного человека. Что-то там про сахар. Наверное, нельзя сладкое. Наверное, много сладкого ел. Конечно, вникнув в тему, я узнала, что это совершенно не имеет никакого отношения к диабету первого типа. Это то, что может случиться в любой момент с каждым, как показывает практика. В мою жизнь это пришло неожиданно. Ну вот жила-жила, раз диабет, все. Но просто нужно реагировать спокойно, узнавать свое тело, и все меняется, жизнь динамичная. Тем более, что касается женщин, это все очень циклично, и все меняется, с годами. Вот уже пять месяцев у Ирины новый статус. Она – мама Юноны. Малышка здорова, быстро растет и хорошо набирает вес. Но первая беременность, да еще и с диабетом первого типа, у многих женщин до сих пор вызывает страх. Страх, что важный этап в их жизни превратится в тотальный контроль уровня глюкозы в крови. Ну, конечно, для многих, ну для всех, наверное, девушек с диабетом, это вопрос номер один. А что будет, когда я забеременею? А забеременею ли я? Конечно, постоянно мотает. Каждый триместр меняются настройки. Ближе к родам там вообще такие дозировки, что просто рука не поднимается сказать «да, ставь своей помпе». Очень большие. Девочки вынашивают беременность, ну, практически не отличающиеся от любой другой нормальной и рожают. Лет 25 назад всех поголовно кессорили. То есть беременность и диабет была очень сложной историей для врачей, для пациентов, просто потому что не было столько информации. Сахарный диабет при беременности имеет не только медико-социальную проблему, но и междисциплинарную, потому что такие женщины должны вестись совместно с акушером-гинекологом и эндокринологом. Сама по себе беременность – это состояние физиологической инсулинорезистентности. И у женщины, которая имеет сахарный диабет, увеличивается частота неблагоприятных исходов беременности и родов, так и неблагоприятных исходов для плода. У таких женщин риск развития и рождения крупного ребенка намного выше, чем у женщины здоровой. Поэтому очень важно понимать, что в послеродовом периоде эти женщины также нуждаются в реабилитации. Ирине удалось украдить строптивую глюкозу. Умный прибор позволил насладиться положением, избежать резких перепадов сахара и настроения, свойственных беременным. Однако наличие помпы не означает полную свободу и беззаботность. Я начала готовиться к беременности, наверное, за пару лет. Я перешла на помпу. Как говорят врачи, что примерно полгода требуется для того, чтобы свыкнуться с помпой, разобраться с дозировками, со своими коэффициентами. Это целая наука. То есть помпа не решает за тебя ничего. Помпа лишь твой помощник. И без головы это просто кусок железа. В чем ее преимущество? В том, что ты, можно сказать, онлайн можешь свой базисный инсулин регулировать. И, ну, скажем, ручкой ты поставил себе 10 единиц утром и бегаешь, ты прыгаешь или спишь весь день. Он у тебя внутри есть. И тебе уже приходится мерить сахар. И, ну, ты уже ничего не поделаешь с тем количеством, которое внутри тебя уже работает. Вот. Помпа делает микроинъекции. Ты можешь прямо здесь и сейчас скорректировать. Ты знаешь, что будет активность. Ты немножечко убавляешь инсулин. Потому что физическая активность определенная, она также понижает сахар. Ты понимаешь, что у тебя будет сейчас очень спокойное, тихое время. Ты повышаешь. И таким образом ты более четко регулируешь. Ну, в общем, не зря называют помпу поджелудочное железо искусственное. По большому счету так и есть. Для многих носить помпу тяжело в плане физических ощущений. Куда я ее буду прятать? Что это вообще за пейджер на проводе? Он еще и ко мне подключен постоянно. Куда ее засовывать? А если узкое платье? А если, а если, а если? Ну, я опять же проявляю находчивость очень быстро с ней. Ну, для меня это так. Такая небольшая игра. Я немножко киборг. Ля-ля. Ну, как-то стараюсь с юмором. И, конечно, уже привыкла. Я уже больше года с ней. И пока не планирую расставаться. Этот миниатюрный прибор остается главным помощником Ирины и после рождения дочери. Пока питание крохи целиком и полностью зависит от мамы, здоровью нужен особый контроль. Нам нужно посмотреть глазное дно. Что там произошло с сосудами на сетчатке после процесса родов. Нужно проверить функцию почек. То есть, опять же, креатинин, скорость клубочковой фильтрации. Посмотреть, как беременность отразилась на организме. Один из мифов гласит, женщинам с сахарным диабетом нельзя кормить ребенка грудью. Для ребенка заболевание мамы не представляет никакой угрозы. Наоборот. Грудное вскармливание снижает риск развития болезни у малыша в будущем. Материнское молоко содержит в себе все необходимые крохи витамины, минералы и особые белки, которые повышают иммунитет. А главное, помогает нормализовать уровень инсулина в крови ребенка в первые дни его жизни. Естественное вскармливание – это самый лучший вид питания для ребенка. Ребенок получает и антитела во время первого года жизни, пока у него еще не совершенно иммунная система. Он получает аминокислоты от матери. Это нужно обязательно. Нужно просто контролировать сахар и, может быть, снизится потребность в инсулине где-то на 30%. Пугаться этого не нужно, просто уменьшим короткий инсулин немножко. И дальше контролируем сахар, под контролем ставим дальнейшие дозы. Сейчас у меня интересный период под названием лактация. Сахара регулировать непросто, потому что с молоком отдается глюкоза, так скажем. Очень легко провалиться в низкий сахар. На прогулке очень легко. Ну и потом ты же все равно в ребенке. Тебе нужно постоянно где-то там вот твой вот диабет держать в голове. Потому что сейчас он немножко не на первом месте. Есть такой стереотип, что девочка-диабетик обязательно родит какого-то не такого ребенка. Может быть, тоже диабетика. Что касается диабета-диабетика, это вообще история там мизерные проценты. Ну этого даже и говорить нечем. Там 1-2%. Если оба родителя, то какие-то цифры точно не скажу, но что-то около не больше 3-5%. Я на своем примере, да, я теперь знаю, что родить здорового ребенка реально. Вот мне отдали юного через два дня. И полностью здоровый нас выписали. Спокойствие, прогулки на свежем воздухе и полноценный сон – сейчас самое важное для молодой мамы. А вот недосып сразу отразится на гликемии и не лучшим образом. Наши биоритмы регулирует гормон мелатонин. Он же защищает нас от болезней и преждевременного старения. За что прозван гормоном долголетия. 70% его суточной нормы производится ночью с полуночи до 4 часов утра. При кроническом недосыпе выработка мелатонина снижается на 32%. Зато увеличивается производство гормона кортизола, который может вызвать депрессию и спровоцировать усиленный аппетит. Даже для здорового человека это чревато повышением уровня сахара в крови, а для диабетика – гипергликемией. Если это диабет, который был у женщины давно, с которым она жила и до беременности, то необходимо уменьшить количество приемов пищи. Но обратите все равно внимание на общую калорийность, чтобы она была достаточной, потому что женщина кормит грудью. В молоко грудное тоже уходят углеводы. Поэтому женщина должна о себе подумать, чтобы молоко отдать, углеводы и при этом самой не загиповать. Измерить сахар в людном месте – сегодня для нее это так же естественно, как выпить чашку кофе в кафе. Но большинству диабетиков демонстрация своей особенности по-прежнему доставляет дискомфорт. Ирина надеется, что когда-нибудь отношение к этой совсем не сладкой болезни изменится не только у диабетиков, но и у тех, кого она не коснулась. В декабре прошлого года Ира даже участвовала в просветительском проекте Международной диабетической компании, рассказав людям о жизни с диабетом открыто и откровенно. Девушка не хочет называть диабет болезнью и стремится на своем примере доказать – диабетик может жить и быть здоровее здорового. Допустим, в Германии диабет – это как насморк. Ну, то есть вообще абсолютно без проблем. Достал, поставил, проколол – все нормально. Что касается России, я знаю такие не очень ситуации, когда люди переживают, где-то уходят в туалет специально и всячески прячутся. Но это, конечно, нехорошо. Так быть не должно. И в этом плане говорить о диабете без стеснения, без боязни – очень важно. Сейчас есть тенденция не молчать. У меня даже не поворачивается язык назвать диабет болезнью. Я называю это, как и многие, особенностью жизни, особенностью моего здоровья. И все. Субтитры создавал DimaTorzok